Казахстанцы уже не боятся корректировки тенге и сдают доллары в обменнике. Об этом заявил экономист Олжас Худайбергенов. По мнению эксперта, это происходит потому, что у людей возникла необходимость в национальной валюте для повседневных расходов. Слухи о корректировке тенге муссировались населением в начале февраля. Но председатель Национального банка Карат Килимбетов заявил, что в Казахстане не допустят одномоментного изменения курса. Поскольку предложение по доллару высокое, обменники решили установить более низкий курс. Скорее всего, тут влияет фактор досрочных выборов президента Казахстана. Всем понятно, что до выборов и во время выборов изменение курса тенге к доллару точно не произойдет. Это такая атмосфера восприятия подобных событий. В связи с этим происходит резкое снижение девальвационных ожиданий. Китай задумался о слиянии своих крупнейших нефтегазовых компаний, чтобы они могли конкурировать с такими игроками, как ExxonMobil или Shell. Один из вариантов – это объединение CNPC с основным конкурентом на внутреннем рынке Signopec, пишет The Wall Street Journal. В этом случае будет создана транснациональная корпорация. Впрочем, о сроках принятия окончательного решения пока не сообщается. Власти КНР уже два года проводят реорганизацию госкомпаний, чтобы повысить их конкурентноспособность на международных рынках. И, похоже, эти шаги не безосновательны. Аналитики предрекают, что через 20 лет Поднебесная станет крупнейшим потребителем нефти и потеснит США. Мировой спрос на энергоносители к 2035 году возрастет на 37%. Рост обеспечат преимущественно развивающиеся страны, особенно Китай и Индия. Тем временем черное золото немного подешевело в среду. На настроение трейдеров влияет ожидание данных о запасах США. Brent снизился до 62 долларов за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI уменьшилась на торгах до 53 долларов. И о курсе валют. Российский рубль пошел вверх, прибавив 3 копейки. Не отстает и евро, который тоже незначительно подрос. А вот американская валюта остается на прежнем уровне. У меня на этом все. Гульнара, спасибо.